3. Буква закона и здравый смысл непредвзятый, сбалансированный анализ имеющихся фактов, направленный на отыскание простой правдой, находится в резком противоречии с подходом адвоката. Обязанность которого, принятая добровольно или возложенная на него, утвердительная или отрицательная, в роли обвинителя или в роли защитника, состоит в отстаивании интересов той или другой стороны. Роберт Блейки Заговор на жизнь президента, как и во всяком правовом государстве, судопроизводство в Америке основано на принципе состязания сторон. Человечество до сих пор не изобрело лучших способов борьбы с нарушениями закона, которые бы одновременно охраняли граждан от возможности судебного произвола. Идея состоит в том, что справедливость и правда должны восторжествовать в судебном разбирательстве, и очень часто так оно и происходит. Однако происходит это лишь благодаря тому, что, как это ни парадоксально, ни одна из тяжущихся сторон не ставит достижение правды своей целью, по самой сути своего ремесла, по своему долгу к подготовке и профессиональной этике. Адвокат должен превыше всего ставить интересы своего клиента. Если правда угрожает этим интересам, он должен пустить в ход все свое искусство, чтобы разрушить ее. Поставить под сомнение искренности или компетентность свидетелей противной стороны, затуманить простую ситуацию нагромождением правдоподобных версий. Представить в искажанном свете имеющиеся улики и вещественные доказательства, возможно, такое поведение адвоката, необходимое условие правильного судопроизводства, возможно. Альтернативный подход приводил бы к нелепой и опасной ситуации, когда адвокат посреди процесса мог бы заявить, да, вы меня убедили, теперь я вижу, что мой клиент негодяй и преступник. Берите его и делайте с ним, что хотите, все это так, но побочным обстоятельством такой пусть необходимой для судебных дел практики явилось образование в обществе очень влиятельной группы людей. Целой кастой, для которой отыскание и отстаивание правды стало чем-то недопустимым, чем-то граничащим с профессиональной непригодностью, конечно. Возможности адвоката в искажении реальности не безграничны, он должен держаться правдоподобие, он действует, соблюдая выработанные веками правила и порядки юридических препирательств. Эти правила и порядки, базирующиеся на своде конституционных свобод, обладают и должны обладать почти той же устойчивостью и длительной неизменностью, как и сама конституция, но, с другой стороны, происходит постепенное превращение когда-то разумных установлений в ритуальные окаменелости. Эти правила, создававшиеся 250 лет назад, часто оказываются совершенно непригодными в сегодняшних условиях. Взять, к примеру, роль свидетеля, возможно, во времена Томаса Джефферсона было разумно исходить из допущения, что любой гражданин свободного общества заинтересован в охране закона и будет с готовностью свидетельствовать и обличать преступника на суде. Постепенно в американском судопроизводстве сложился культ свидетельского показания, оно может перевесить очевидность, правдоподобие, весь объем информации, собранной полицией. Если эта информация запрещена законом использования на суде, вы точно знаете убийцу, но у него найдется дружок, который заявит под присягой, что сидел с обвиняемым в кино во время преступления. И вы беспомощны, в результате свидетель превратился в объект мощного давления с обеих сторон, со стороны суда и со стороны преступника. Адвокат и прокурор могут подвергнуть свидетеля перекрестному допросу, выворачивая публично его прошлое, обнажая его слабости, огрешки, мнения, привычки, любовные связи. Если он в процессе дачи показаний допустит существенные противоречия, ему может грозить обвинение в лжесвидетельстве. Имя свидетеля должно быть по закону объявлено заранее. Так что и преступник, особенно член преступной организации, может заранее шантажировать его, запугивать, убить. Наконец, мы должны восхищаться теми людьми, которые еще соглашаются свидетельствовать на суде, сказал помощник прокурора из Атланта. По автору статьи в журнале Time 19 декабря 1983, в той же статье приводятся данные обследования, проведенного бруклинской полицией в 1981 году. Оно показало, что 23% потенциальных свидетелей подверглись либо непосредственному нападению, либо косвенному изуродованный автомобиль, ограбленный дом. И все это прошло безнаказанно для преступников. Особенно трудно найти свидетелей в делах, связанных с наркотиками. По оценке одного детектива из Флориды, та же статья в Time. Средневековые процессы свидетеля вводят в зал суда под черным балахоном. Он дает показания, спрятанной за ширмами и потом исчезает неизвестно куда, но и на новом месте, под новым именем он будет жить в П.